В предыдущей части видео мы начали делать простую локацию на основе примитивов Unity, но ничего особенного не сделали, какую-то странную коробку или комнату. Возможно, кто-то уже поразвлекался с лабиринтом, например, поставил разные стены и уже запустил персонажа. Но сейчас я покажу еще некоторые инструменты, которые позволяют более точно расставлять объекты на сцене и, возможно, это именно то, чего вам не хватало. Если вы работали в каких-то редакторах 3D, то вы знаете, что такое сетка. Вот, допустим, у меня вот эта вот сеточка нарисована. Это те координаты, которые позволяют сориентироваться. Во-первых, работа с этой сеткой, возможно, кому-то не очень нравится это отображение. Это всего лишь то, что мы видим в редакторе. В окне GM мы ничего такого не видим никакой сетки. Это небольшой такой, скажем так, ориентир, где мы находимся. И, возможно, для начинающих многие делают ошибку. Вот эта сетка может стать сигналом о том, что он не там пытается редактировать. Некоторые начинают редактировать окно game, чего сделать практически невозможно. Да, мы все делаем в окне сцены. Но сетка иногда бывает мешает, поэтому мы ее можем, смотрите, спрятать. Вот я ее спрятала, теперь сетки никакой нет. Я просто кликнула мышкой сюда. Это 2019-3 вынесена сюда кнопка, 2019-2 даже я и не помню. Кажется, она тоже была. И здесь еще мы можем даже выбрать, какую сетку нам отображать. Если особенно это важно, нам нужно по вертикали, например, что-то строить, то нам нужна сетка по оси, к примеру, X или по оси Z. И, соответственно, мы хотим привязываться к этой сетке, а не к сетке Y. Но пока мы рисуем на плоскости, соответственно, мы можем оставить настройку такую, какая она есть. Еще есть здесь параметр прозрачность. Вот у меня стояла прозрачность 0,5. Возможно, на видео не очень удобно было видно, не очень хорошо было видно, поэтому я поставила один, более ярко. Возможно, вы захотите сделать побледнее, чтобы вам она не так мешала, но тем не менее была видна. Я оставлю так, чтобы для записи это было хорошо видно. Еще есть очень замечательная кнопка, которая позволяет настроить камеру, которая не путайте с той камерой, которая вот здесь вот main camera для окна game, а ту камеру, которая относится непосредственно к окну сцены, к редактору. И здесь мы тоже можем изменить, допустим, field of view, то есть тот обзор, который нам дает камера. Смотрите, мы можем больше увидеть, либо меньше, если нам не надо далеко уходить, и мы хотим, чтобы пропорции были более естественные, то есть поближе. Вот, допустим, я хочу сделать для данной небольшой локации вот такой вот field of view небольшой. Что еще мы здесь можем сделать? Мы можем здесь еще как-то регулировать скорость работы камеры, но вот эти параметры считаются, что они стоят оптимальные, но, возможно, для какой-то техники имеет смысл что-то изменить. И, наконец, есть еще кнопочка gizmos. Если мы ее отожмем, то у нас вот не все элементы отображаются. Иногда некоторые говорят, ой, у меня не видно коллайдеров, чего-то там еще, и, соответственно, нужно нажать просто на эту кнопочку. Здесь еще отображается масса полезных вещей. Например, вот эти вот иконочки камеры света, их можно сделать 3d или 2d иконками. То есть вот еще такой вариант отображения. И, соответственно, если у нас 3d, то мы можем их увеличивать или уменьшать, чтобы они у нас были лучше видны, либо менее заметны. Ну и прочие вещи, которые, в общем-то, для начинающих не рекомендуется особо трогать. Здесь все выделено, то есть мы все видим, но, возможно, для каких-то целей вам нужно, чтобы не отображались все гизма. Соответственно, вы можете их отфильтровать. Мы пока оставим отображение всех гизма, потому что нам важно ориентироваться в том, что мы делаем. Это то, что касалось, ну, условно говоря, настроек. Сейчас зачем нам все это нужно? В первую очередь нужна сетка. Как с сеткой работать? Я пока оставлю в покое эту комнату для того, чтобы показать на более таком наглядном примере. Добавлю кубик. Приближусь к нему немножко, так чтобы лучше видно его. Вот примерно так. И теперь, что я буду с этим кубиком делать? Я хочу, например, поставлю значения абсолютные. По y, точнее, лучше ставить 0, а по z можно было, наверное, сместить. Сейчас сделаем здесь минус 6. Вот так удобно. И здесь сделаем 15. Чтобы были целые числа. То есть мой кубик попадает, в принципе, ровно в сетку. И смотрите, сейчас, когда я его перемещаю, просто зажимаю левую кнопочку мыши на любой из осей, он так, этот кубик, двигается плавненько. И, соответственно, вот я по оси z его перемещаю. Если вы смотрите в окно инспектор, вот здесь вот, то у нас бегут десятичные доли очень плавно, даже сотые. Я отменю свои перемещения до целых. Иногда нам не надо такое плавное перемещение. Мы хотим, чтобы кубик стал ровно, допустим, на метр. Соответственно, мы можем зажать клавишу control. И смотрите, теперь я начинаю двигать, и у меня уже меняется значение на 0,25. То есть такими как бы рывками. И теперь я могу достичь точных значений, видите, ну за четыре шага, допустим. Это можно настраивать, я потом покажу как. Иногда это бывает очень нужно, чтобы у нас кубики стали по сетке, чтобы мы ровно в координаты попали. Не с какими-то там 0,28, а, допустим, 30. То есть вот здесь 25, 50 и 75 и метр. То есть на 25 сантиметров. Что нам это дает? Если у нас будет два кубика, я продублирую, то теперь мне действительно очень важно, чтобы, я сейчас опять нажму control z, чтобы когда я его смещаю, я зажимаю control и смотрите, я могу очень точно, плотно один к одному их поставить абсолютно без зазоров. Очень часто мне задают такой вопрос, как поставить без зазоров, потому что в 3d, конечно, ориентироваться очень сложно. Именно поэтому используется сетка, привязка точнее к этой самой сетке. Вот сейчас у меня между кубиками никакого расстояния точно нет, потому что они точно в координатах стоят друг относительно друга. Что же делать, если я хочу, например, как-то по-другому сконфигурировать мои кубики? К примеру, я хочу, чтобы этот кубик был привязан к вершинам вот этой вот грани. То есть я хочу его так вот поднять и чтобы здесь у меня не было зазора, вот в этой части. Как мне это сделать? Опять же, можно тут поворачивать, смотреть, но никакой гарантии, что вы точно попали, не будет. Конечно, я думаю, что вы поняли, что можно было тоже зажать клавишу control и вот так вот тоже на 0,25 смещать. А что, если у меня неровные объекты, в данном случае на кубиках, это хорошо получается. Допустим, я его, к примеру, масштабировала, причем масштабировала не по сетке, но так случилось. Или у меня какая-то моделька, а мне нужно привязать. Смотрите, что у нас есть. Давайте я продублирую еще раз и теперь смещу. И смотрите, я зажимаю на клавиатуре английскую клавишу V или V по-русски. И у меня теперь, когда я навожу мышку, то я ее навожу на вершины. Видите? И теперь я сейчас попробую приблизиться, чтобы было еще лучше видно. Вот я зажимаю клавишу V и у меня выделяются вершины того объекта, с которым я работаю. И теперь, если я начинаю двигать, то я приклеиваю вершинку к вершинке. Сейчас я другим способом приклеила вершину к вершине. Допустим, я хочу, вот смотрите, сейчас пошалим. Вот вершинка к вершинке. Сейчас вы сможете очень точно по сеточке прикреплять объекты друг к другу. И также, если они не очень ровные, то, допустим, моделька какие-то, вы можете их привязывать друг к другу по вершинам. Мы рассмотрели привязку к сетке по координатам, но аналогичная привязка к сетке, ну, условно назовем так, есть еще и при вращении. То есть, когда мы поворачиваем, мы поворачиваем на произвольное какую-то величину и отменю. А если мы зажмем control, то у нас появляется вот такое что-то типа циферблата. И обратите внимание, я поворачиваю каждый раз на 15 градусов. Не всегда удобно повернуть дальше. Вот так надо двигать мышкой вверх. Мне не хватает рабочего поля, но вот на 15 градусов, если видите. Как это все дело настраивается? Допустим, я хочу не на 15 градусов или не на 25 сантиметров перемещать, а сразу на метр или там на 30 градусов. Это все есть настройка. Пункт edit и вот последний под пункт grid and snap setting. И вот здесь вот у нас размер сетки, кстати говоря, не обязательно может быть метр на метр. Вы можете задать здесь другую величину. Ну и метры, напомню, это условная величина. На самом деле здесь нет никаких метров, здесь есть один юнит. Вот здесь в данном случае один юнит, но, условно говоря, это один метр. Но вы для своей локации можете считать, что это, например, сантиметр или километр. Все зависит от того, что вы делаете, какую игру. И, допустим, вот этот вот шаг 0.25. Допустим, вы хотите, чтобы на метр. Соответственно, вы здесь ставите единичку. И теперь давайте посмотрим. Вот, например, я начну перемещать. Зажимаю... Сейчас подвинусь. Зажимаю control. И раз, вот мы перепрыгнули ровно на метр. Очень удобно. Но я верну 0.25 поставлю, потому что, в принципе, мне это хорошо. То же самое rotate. Я могу делать rotate не на 15 градусов, к примеру, а хочу на 30. Ну или 30, это, конечно, не самая хорошая вещь, потому что 15 и 30 это то же самое. Ну, например, 45. И теперь, если я начну поворачивать, зажимая control, я сразу поворачиваю на 45 градусов. Тоже очень удобно. Ну и самые внимательные, наверное, обратили внимание, что в настройках у нас есть также еще и scale. То есть, как у нас будет scale, если мы зажмем клавишу control, то вот кубик, который был шириной метр, стал шириной 2 метра на метр. То есть, в два раза сразу мы увеличили. Если за центр, то, соответственно, вот я увеличиваю сразу кубик два раза. То есть, здесь у нас x, y, z сразу стали 2. То есть, добавилась единичка. Соответственно, этот шаг вы тоже можете изменить, если у вас есть такая необходимость. Итак, мы изучили некоторые очень полезные инструменты, которые, возможно, я уверена, практически вам помогут создавать ваши локации более быстро и аккуратно. Я желаю всем успехов и до встречи в следующих уроках. Пока-пока!